Что происходит в Украине? Спецоперация или война, которую развязала Россия? Как ты будешь действовать, если в школе кто-то выразит поддержку России или Путину? Родители Саловспилска основной школы возмущены опросом, который их детям внезапно пришлось заполнять. Это случилось после того, как служба качества образования получила жалобу на ситуацию в школе. Виктория Пушкила отто разбиралась. Учащимся шестых-девятых классов Саловспилской основной школы два дня назад пришлось заполнить необычную анкету. И это никакой не тест по учебе. Считаешь ли ты, что Латвия должна поддерживать детей из Украины? Понятна ли тебе позиция учителей школы в отношении происходящего в Украине? Как ты будешь действовать, если в школе кто-то выразит поддержку России или Путину? Всего девять подобных вопросов. С таким опросом в школу недавно пришли сотрудники Государственной службы качества образования. Анкеты были анонимными. Позже их фотографии появились в социальных сетях, где родители школьников начали дискуссию. Уместно ли задавать детям такие вопросы, особенно без разрешения их родителей? И вообще зачем? Комментировать произошедшее директор школы отказалась. Но по неофициальной информации РУССН, вчера она отправила родителям школьников сообщение. И вот цитата из этого сообщения. 5 апреля в 10.30 ко мне без предупреждения пришли сотрудники Государственного центра содержания образования. И заявили, что хотят проанкетировать некоторые классы. Как я поняла, именно те, где учатся украинские дети. Вопросы анкеты мне не показали. Также директор рассказывает о том, что после анкетирования с ней тоже проводили беседу. И она пишет, что в конце разговора мне в одной фразе рассказали суд жалобы. Украинские дети, которые поступили в школу, убегают от нас из-за небезопасной среды. И что родители наших детей жалуются в Министерство образования. Также из письма директора следует, что сейчас в Саласпилской основной школе учатся 18 детей-беженцев из Украины. Есть дети, которые устроились в школу, но потом решили все же учиться дистанционно в украинской школе. Есть дети, родители которых не нашли квартиру в Саласпилсе и уехали в Ригу. Директор школы говорит, что и она, и все учителя делали все возможное, чтобы украинские дети чувствовали себя хорошо. Ни о каких проблемах ей неизвестно и о грядущей проверке она не знала. Прокомментировать произошедшее РУСЛСМ отказались и в Саласпилской думе. А вот в Государственной службе качества образования рассказали, что проверка и анкетирование были проведены после того, как ведомство получило жалобу на эту школу. Кто и на что пожаловался, в службе не говорят. Это не является чем-то необычным. Мы индивидуально оцениваем каждую полученную жалобу и принимаем решения о виде, форме и методах проверки. Иногда мы проводим проверки удаленно, например, запрашиваем документы, а иногда очно. Анкетирование мы проводим не всегда, но анкетирование не что-то новое, это наша обычная практика. В Государственной службе качества образования говорят, что анкету составляли специально для этой школы. Ни одна другая школа Латвии такой опрос не получала. Здесь также указывают, что согласно 20-й статье закона об образовании, имеют право проводить такие проверки без предупреждения и разрешения родителей. Ведомство ни в этом, ни в других случаях при проведении анкетирования не настаивает на обязательном тестировании. Любой ребенок может отказаться, и мы это уважаем, мы никого не принуждаем. Кстати, в конкретном случае были школьники, которые отказались заполнять анкеты. Отметим, в норме закона, на которую ссылается служба качества образования, нет четкого указания на то, что проверки или анкетирование сотрудники службы могут проводить без согласия родителей. Но при этом в госинспекции по защите прав детей проблемы в этом не видят. Инспекция не видит здесь ничего противозаконного, особенно потому, что анкеты анонимны и будут оцениваться в общем. На наш взгляд, эти анкеты могут помочь отразить микроклимат учебного заведения и в случае необходимости предоставить пояснение и поддержку, чтобы предотвратить потенциальные конфликтные ситуации. Обобщить полученную в ходе анкетирования информацию в Государственной службе качества образования планируют в течение одной или двух недель. Результаты пришлют в школу и в Краевую думу. Если из результатов будет понятно, что школа делала недостаточно вопроса гражданского участия, ей поручат уделить этому дополнительное внимание, говорят в ведомстве. Виктория Пушкила-Отта, Арман Церудзитис, РУС ЛСМ.